Ну, печка просто как заставка, а в общем-то разговор пойдет про дымоходы, потому что периодически как бы эта тема всплывает, и я как бы для себя давным-давно это понял, осознал, потому что очень понятна физика процесса, и в принципе, ну, кто в школе учился, тоже ее прекрасно понимают. И, естественно, я сейчас говорю о строителях, а не о заказчиках, потому что печник, не знающий физики, или строитель, не знающий физики, но это из какой-то другой реальности. Поэтому про дымоходы. Конечно, заказчику, ну, хоть как-то в двух, там, в общих чертах, в двух словах, это тоже, ну, не мешало бы знать, но, с другой стороны, он может этого и в принципе не знать, потому что вот, например, на моем опыте не было ни разу такого, чтобы мне заказчик выдвигал какие-то изначально требования, например, я хочу вот такой-то дымоход, или я хочу там вот такое-то вот что-то внутри печки, что, в принципе, не влияет на ее функционал и внешний вид. Ну, вот, может, мне просто такие заказчики не попадались, но реально не попадались, чтобы кто-то лез там внутрь и высказывал какое-то свое видение, потому что заказчику нужен, в первую очередь, качество работы, дизайн, функционал, все. Что там будет внутри, это полностью моя ответственность, я принимаю решение, я несу за это ответственность. Что нужно согласовывать с заказчиком, конечно, я согласовываю, но что не нужно, я как бы делаю всегда по умолчанию, и никогда об этом, ну, в общем-то, и разговоров не возникало. Ну, а печники бывают разные, поэтому разговор, скорее всего, более интересен, конечно, печникам, исполнителям. Ну, начнем издаля, то есть, что такое дымоход? Понятно, что вот у нас есть какая-то топка, здесь у нас горят дрова, топливо. Чтобы это все не шло в черное помещение, делается какой-то дымоход. Он так и называется, потому что по нему идет дым, и он выносится этим дымоходом на улицу. Самый простой, самый древний, это просто прямая труба. Понятно, что она бывает из разных материалов, разной толщины, разного сечения, это все как бы нюансы. Но смысл ее выводить отработанные газы, дым, на улицу. Потом люди стали задумываться, дым же горячий, значит, мы 99,9% тепла просто вышвыриваем на улицу. Надо его как-то задерживать и аккумулировать. Поэтому стали делать какие-то вот такие дымоходы, какие-то там еще вот такие дымоходы, вот такие дымоходы и так далее. Смысл в чем? Как можно дольше удерживать дым внутри помещения или внутри массива печки, чтобы из него вытянуть максимум тепла. Чтобы это тепло нам здесь аккумулировать, и потом оно, чтобы равномерно по помещению из массива отдавалось. А на улицу выводить какой-то самый минимум. Ну, рекомендованный минимум порядка там где-то 100-120 градусов. Больше уже как бы считается, что печка работает неэффективно. Меньше тоже нельзя. Почему? Потому что вот настолько максимально увеличивая КПД теплосъема, мы опускаем точку конденсата. И вот, например, у нас вот кровля, вот у нас из нее выходит труба. Почему мы трубы всегда утепляем? Чтобы точка росы была вот здесь, точка конденсации. Если же мы трубу не утепляем, или ставим какой-то там супер-пупер котел, который нам выдает на выходе совсем уже холодные газы, мы точку росы опускаем куда-то вот сюда. И, соответственно, вот эта вся зона, или ниже вот эта вся зона, она является зоной конденсации. Конденсат кислотный, разрушение поверхности дымохода идет просто, караул какой, очень быстрая и очень агрессивная. Поэтому наша задача точку росы вывести на улицу наружу, чтобы конденсат здесь образовывался только в момент растопки и в момент остывания. Вот и все. Поэтому утепление трубы, это как бы всегда и без вопросов. Это надо делать обязательно. Но вернемся к нашему дымоходу. Что такое дымоход? Дымоход, если брать печку, то это расстояние от топки до оголовка. Если брать камин, то у него понятно, что есть какая-то топка. Потом идет дымосборник. И только вот отсюда начинается дымоход. От дымосборника до оголовка. Вот это дымоход. Поэтому по нормативу, если в печке длина дымохода минимальная, должна быть 5 метров от колосниковой решетки, то есть практически одна от пола до оголовка, 5 метров, то в камине длина дымохода должна быть 5 метров. Не от колосниковой решетки, а именно дымохода, то есть от дымосборника и до оголовка. Только в этом случае будет хорошая тяга. Хорошая это значит достаточная, но не чрезмерная, чтобы нам избежать задымления. Потому что, например, если кто-то делает трубы короче, или неправильного сечения, или неправильно делает сам дымосборник, или неправильное соотношение размеров топки, то, естественно, вот здесь вот задымление, а оно быть не должно в камине, задымление в правильно сложенном камине, задымление быть не может в принципе. И вот эти все ошибки, они на задымление влияют. И, соответственно, длина дымохода рассчитывается таким образом, чтобы у нас была хорошая тяга, но не чрезмерная и не убыточная. Чтобы нам избежать задымления, обеспечить нормальную скорость движения дыма в дымоходе. И по возможности, конечно, максимально с него снять тепло. Но вот если прямоточный дымоход в какой-то там буржуйке, или прямоточный дымоход обязателен в камине, чтобы была тяга в камине, никаких наклонов, изгибов и так далее делать нельзя в принципе, потому что этим мы убиваем тягу. Если на камине это, например, там каминопечь или какой-то камин с герметичной дверкой, тогда да, тогда можно там что-то как-то использовать, потому что за счет дверки мы задымление отсекаем, и у нас задымления нет. В печке понятно, что там априори как бы дверка герметичная, топочная, и поэтому тут возможно и зигзагообразные, и какие-то там волновые, ну в общем-то любые загибы дымоходов. Если мы выдерживаем правильное сечение, правильную длину дымохода, правильный размер топки, и относительно него само сечение, правильное сечение поддувала, то все у нас работать должно зашибись. Ну и теперь про как бы основной вопрос, который вот в этой теме и является. Какой же все-таки дымоход нам делать? Потому что есть сторонники вертикальных дымоходов. Я категорический сторонник горизонтального дымохода, потому что физика говорит о том, что это самый эффективный из дымоходов. Про колпаковые я вообще даже разговаривать не буду, потому что это хрень. Потому что проще тогда взять буржуйку, обложить ее камнем, и вот тебе тот же самый теплоотдача, что и от колпаковой печи. Чем больше воздуха, тем быстрее печка остывает. Смысл делать кирпичную печку, если она вся будет состоять из пустот. Смысла нет никакого. Он остынет за полчаса. Ну и вот как бы у нас два варианта дымоходов. Первый это горизонтальный, второй это вертикальный. Что касаемо длины дымохода, и в этом варианте, и в этом варианте длина дымохода одинаковая, плюс-минус там 5 процентов. Это не влияет ни на что. Но вот в этом варианте площадь самого дымохода раза в полтора как минимум больше, чем вот в этом варианте. Больше площадь, значит больше теплоотдача. Соответственно, за счет большей площади мы уже снимаем гораздо больше тепла. А у нас задача снять максимум тепла. Это вот просто прям на вскидку в лоб. Теперь дальше. В вертикальном дымоходе очень большой опускной канал и два подъемных канала. Большой опускной канал это очень сильное препятствие для тяги. То есть малейшая какая-то неточность по расчету, задымление гарантировано. Плюс, чем больше вот этот опускной канал, тем хуже тяга, тем сложнее дыму пробить трубу. Особенно при растопке. То есть, когда мы затапливаем топку, вот здесь вот стоит опупенно такой очень тяжелый водяной столб. То есть воздух, насыщенный водяными парами. Он холодный и тяжелый. Пробивать его дыму очень сложно. В этом варианте гораздо легче. Дальше. Если вы можете там где-то в интернете поискать видео и картинок очень много, как же все-таки дымовой поток по температуре, как он различается. Вот если примитивно смотреть, то вот, например, у нас труба. Вот здесь вот у нас идет дым. В середине он самый горячий. Чем ближе к краям, тем он холоднее. Потому что он идет вдоль стенки трубы и, отдавая ей тепло, сам охлаждается. То есть, если у нас прямая труба, чем длиннее она, тем хуже, то теплоотдача дыма на стенке, она минимальна. Вот в этом варианте мы как раз и получаем именно это. То есть, вот у нас дым идет, он внутри горячий, по бокам холодный. Он стенки не греет практически никак. А вот на поворотах получается термоудар. То есть, когда мы загибаем дымоход, получается, что вот воздух шел-шел, он уперся и ударился. И здесь получается смешивание внутреннего горячего воздуха с вот этим сторонним, холодным. И, соответственно, он отдает все тепло изнутри. Он перемешивается и отдает стенки, вот в эти стенки, максимум тепла. Вот именно поэтому это и называется термоудар. Что мы видим здесь? Раз, два, три, четыре термоудара всего лишь. А здесь их полтора десятка. Соответственно, вот здесь вот мы из дыма, из всего потока вытягиваем этими термоударами максимум тепла. Очевидно, что вот здесь вот мы снимем тепла, ну, раз в восемь больше, чем вот здесь. Плюс, вот, ко всему этому я обычно делаю стенки дымоходов не гладкие, а шершавые. Именно тоже для того, чтобы и по мере прохождения воздуха по прямому каналу за счет зацепки дыма за стенки тоже шли такие микротермоудары. И чтобы на протяжении, чтобы он, термоудар был не только в углу и отдавал весь жар в угол, но и по мере вот этого всего прохождения. Многие говорят, что надо делать обязательно гладкие. Херня это полная. Если ты правильно рассчитал сечение дымохода, ты можешь стенки делать хоть какие, хоть ребристые. Вот так вот прям вот можешь сделать. Вот так вот. И шикарно будет. И многие так делают. Например, вот когда делаешь там дымоход под лежанкой, то его и делаешь как раз вот так вот, с такими вот загибами. Вот так вот. Чтобы максимально снять тепло. А если просто глина шершавенькая, то она будет вот такая. Но это тоже маленькие микротермоудары. И соответственно, за счет этого тоже мы снимаем максимум тепла. Плюс в горизонтали скорость движения гораздо меньше, гораздо ниже. Потому что тяга хуже, чем когда прямоточный дымоход. А у нас и задача сделать как можно медленнее скорость. Но чтобы она была достаточная для тяги. Поэтому опять же плюс вот в эту сторону, а не в эту. Ну и вот посмотрим более наглядно. Вот это термоудары. То есть видим, в прямоточном у нас всего их 4. Здесь их полтора десятка. И дальше это вот у нас горизонтальные участки дымоходов, которые снимают с дыма максимум тепла. Вот здесь их только 2. Вот этот под вопросом довольно-таки условно. Потому что если здесь высокая скорость и здесь высокая скорость, то здесь скорость будет такая же, как и вот в этих. Но это физика, блин. Не может быть здесь скорость 100 км в час, здесь 20 км в час, а здесь 100 км в час. Это бред. Это, ну, второклассник знает. А здесь гораздо медленнее скорость. Больше заворотов, больше термоударов. Поэтому вот эти вот углы у нас за счет термоударов горячие, офигенно горячие. А вот эта вот сторона, она горячая за счет шершавой стенки и плюс за счет того, что сам дымоход горизонтальный, а не вертикальный. Ну и в итоге вот получаем общую картину. Вот что мы желтым, это мы снимаем максимум тепла. И вот здесь вот, что желтым, мы снимаем максимум тепла. Ну, разница очевидна. То есть, ну, как еще вот какому-то человеку объяснить, почему горизонтальный дымоход лучше, чем вертикальный? Ну, я не знаю. Это тогда, ну, либо человек физику не знает, либо просто не хочет этого знать, потому что привык, что-то там, вот он научился несколько проектов делать и шлепает их как-то вот конвейером, как штамповку. Ну, так тоже нельзя. Во-первых, и голову надо включать, а потом, ну, что это за печник или что это за строитель, который шлепает какие-то стандартные проекты. Ну, это тоже несерьезно. Поэтому как-то так. Да, конечно, бывают ситуации, когда я тоже ставлю вертикальные дымоходы. В том случае, например, что если очень мало места и для горизонтального дымохода там просто, ну, не вариант. Ну, да, пожалуйста. Но там как бы это безвыходная ситуация и дополнительно снимать тепло приходится какими-то там другими уловками и хитростями. Это тоже лишний геморрой и тоже, ну, как бы, ну, то есть от безвыходности. Но так, чтобы это шлепать на потоке и говорить, что это круче, лучше и так далее, ну, это брехня вот полная чистой воды. Вот как бы такое мое мнение. Ну, как-то так. Продолжение следует...